Хей, ага, с вами шумки, мы продолжим проводить игру под названием Ассасин Скрит Хронология Индия. Улучшение здоровья, ускоренный хренос тела, рывок в бою, шакрам. Ну, это типа метательная ножа, да? Дымовые бомбы, это как петарды там были. Убийство в прыжке. Убийство в скольжении. Убийство в скольжении у нас уходили в середине где-то игры, когда мы в Китае проходили хронологию. Интересно, какие тут еще будут финти плюшки новые. Ну, то, что стражники спят, тоже новое. Тебе уже пора? А я как раз хотела показать, что неплохо разбираюсь в ваших фокусах. Я бы с удовольствием посмотрел. Нужно выбрать карту. Пусть будет Дама Червей. Очень смешно. Ты знаешь, что теперь я всегда ношу под одеждой нож. Правда? Видимо, я тебя плохо рассмотрел. Можешь это сделать сейчас. Прости, любовь моя. У меня встреча с Хамидом. Он думает, что тамплиера снова ищут Кахинор. Говорила же, зря ты его забрал. Поэтому я и отдал его Хамиду. Береги себя, любимый. И не делай глупостей. Титры не совпадают со звучкой. Арбас может вступать в бой. Вы хотите выполнить обучение? Не. Дорога... О, видите, тут еще, типа, необязательные вот эти обучения. Хотя нужно было обучение пройти, чтобы посмотреть его учителя. Дорога к наставнику. Тысяч... А хотя я его увижу. В 1841 году. Амстриар. Центр города. Следующее утро Арбас спешил встретиться с Хамидом. Своим наставником. В город прибыли все больше тамплиеров. Хамид уверен, что они снова занялись поисками Алмаза Кохинор. Несмотря на то, что камень продолжительности был уничтожен, предположительно был уничтожен, Арбас оставляет возлюбленную принцессу Пьяру, Каур, во дворце. Нужно пройти по оживленным улицам, чтобы встретиться с наставником, до того, как тамплиеры поймут, что Алмаз у Хамиды. Украсть записи у стражника тамплиеров. Одно. А, не, три. Поехали. База данных, документики. Скрытый тройной кинжал. Тройной. Арбас использует усовершенствованную версию скрытого клинка с тремализмом. Это оружие позволяет ему отражать мощные удары и наносить противнику огромный удар. Урон. Удар там. Вот видите, оно там пролетает и всё. Оно там зависло. Всё. Ну, я нажала, ну, блин. Пьяра Каур. Пьяра Каур, дочка Махараджи Карага Синха, правителя Синхронической империи. Раджи Синха приходится ей дедом. С Ассатином Араба Арбазом Миром связаны романтические отношения предок известной индийской актрисы Манимы Дас. Признанная красавица Пьяра здесь провела беззаботную жизнь во дворце Аморист Стара вместе с Раджитом Синхом, основателем Синхской империи. Она часто принимала участие в официальных церемониях в 1839 году во время одного из таких мероприятий. Она познакомилась с Арбазом Миром, который представился посланником из Кашмира. Между ними завелось тайные романтические отношения, которые продолжались даже после гибели Раджита Синхом во дворце Армис Амрит Сара и других тревожных событий того года. Эти чувства ничуть не ослабли, даже после того, как во время боя с тамплиерами Фрэнксон Котом принцесса испытала на себе воздействие Кухенура в тот момент, когда камень был предположительно уничтожен. Документики. Кахенур. Кахенур – алмаз в 105 карат, одна из самых притягательных и драгоценных на планете. Камнем обладали представители многих правящих династий Индии и предлегающих территорий. Есть версия, что Кахнира – это и есть легендарный камень Симьян Така Мани, упоминающийся в индийском мифах, который обладает волшебной силой. В 1850 году представитель Ост-Индийской компании забрала алмаз у правителей Тиксской империи. А в 1877 году, когда королева Виктория была объявлена королевой Индии, он стал одним из украшений ее короны. В настоящее время он вставлен в корону, которая находится в музее Тауэр в Лондоне. Многие верят, что Кахмира приносит несчастье мужчинам, которые им обладают. Многие правители лишались трона или переносили иные невзгоды. Но на женщине это проклятие не падает. Поэтому со временем королевы Виктория Корона с этим камнем носили исключительные женщины, наделенные королевской властью. Так, так-так-так. Капрал Ост-Индийской компании. Вооружен и мечом, и пистолетом, поэтому опасен как в ближнем бою, так и в дальнем. Предпочитает держать противника на расстане, чтобы стрелять, не вступая в ближний бой. Как я понимаю... А нет, это все еще индийский, потому что это уже наклещание. Талвар. Талвар меч с изогнутым лезвием. Впервые появился в Индии, но также используется на территории современного Пакистана, Бангладеша, Непала и Афганистана. Существует множество разновидностей этого оружия, в основном они различаются по форме лезвия. Согласно одной из версий, преобразованной Талвралом, могли служить легкие сабли, которые с 1796 года были популярны среди каливаристов Великобритании. Рукоять Талсвара обычно сделана из железа, иногда она может быть украшена медью или серебром. Лезвие крепится к ней с помощью особого клейкого вещества. Наиболее изысканные образцы оружия украшены узорами из золота и серебра, выполненную в технике Кавтгари. Сколько тут стража? Мне нужно добраться до Хамида раньше их. Трусстори. Пехотинец Ост-Индийской Компании. Почему Компания? Вооружен ружьем Браун Бес. Оружие не отличается в скорострельности, но наносит огромный урон. Сипайна Ост-Индийской Компании. Пехотинец, вооруженный сил Ост-Индийской Компании, серьезный противник, который многое повидал на своем веку. Оружие, меч. Документы сейчас мне как раз за пушку скажут. Ружье Браун Бес. Так называемые кремневые дульнозарядные ружья, которые во время активной экспрессии в Великобритании были вооружены многие бойцы в армии. Ружье Браун Бес не раз был усовершенствованным, различными их модификационно используются более 100 лет. Происхождение названия до сих пор остается неясным. Но, согласно одной из версий, это сокращенное имение королевы Елизаветы I. Во время активного использования этих ружей были предприняты первые попытки регламентирования государственных стандартов оружия. Появилась классификация по территориальному принципу. Существовало несколько так называемых пехотных образцов, модели Браун Бес, использующиеся в Ост-Индийской компании. Отличались от остальных длинной и весом. Окей. Так, вать! Так, а теперь мне интересно сундуки. По нижней территории, то есть я мог бы их обмануть. Может быть, я с другой стороны тоже смогу попасть. Вдруг ассоцины прознают, что мы преследуем их главного. Если кто-то захочет прорваться, тут он и поляжет. Стоять! Туда! Там! Тревога! Хорош. Хорош парень. Хорошая работа, Олег. Инициализация. Тишь да гвать! Вот и славно. Значит, есть возможность многое... Вдруг ассоцины прознают, что мы преследуем их главного. Если кто-то захочет прорваться, тут он и поляжет. Сюда! Сюда! Ну, смотрите, следы остаются, как и тогда. Ну, блин, а что мне нужно было сделать? Типа шумовку только кинуть? И видите, добивание на правой кнопку мыши. Тише да гвать! Вот и славно. Значит, есть возможность многое... Вдруг ассоцины прознают, что мы преследуем их главного. Если кто-то захочет прорваться, тут он и поляжет. Говорят, капитан Бернс лично руководит поимкой ассасина. Надо же, сам Бернс? Похоже, это непростой ассасин. О, то есть показывает, что у них еще присутствуют с собой. Тише да гвать, Покров. А прикольно, слушай, теперь они... Хорошо. Значит, есть возможность многое обдумать. Стражи уже просто выходят. Что именно? Что-то случилось? Просто тут яма затевается. Что-то серьезное. Если пойдет что-то не так... В принципе, я могу сделать так. Заметил, как нам приказ задается в последнее время? Туда не пускать. Назовись туда! Тут проследить. Черт. Какого черта он обернулся? Ну, блин, здесь по варианту, если я хочу когтейни пройти, здесь никак. В Джайпуре. Там, конечно, проще было. Такая жара, что ни один нарушитель носа не высовывал. Давай. Если кто-то захочет прорваться, тут он и поляжет. Ладно, давайте пробовать. Капитан Бернс лично руководит поимкой ассасина. Что это было? Смотри же, сам Бернс похожий на микроскопсис. Стоять! А? А до этого ты где? Взять его! Сюда! А как я должен был обмануть их? Ладно, у меня есть идея. Вот и славно. Значит, есть возможность многое... Вдруг ассасины прознают, что мы преследуем их главного. Если кто-то захочет прорваться... Стоять! Сюда! Тревога! Сука, тупые кнопки. Надо пока не вдвоем, сразу их забайтить. Давно на службе? Несколько лет. Если в пекло не придется лезть, скоро в отставку. Что это было? Только ассасины прознают, что мы преследуем их главного. Если кто-то захочет прорваться, тут он и поляжет. Вот и все. Вот так. Так, а так... Говорит капитан Бернс лично руководит поимкой ассасина. Плевать. Готово. Свиток третий. Поначалу Арбаза не слишком... Прилещала идея стать учеником Хамида. И он еще считал, что ему навязывают какие-то вероучения. Но когда к нему все-таки пришло понимание истинной ценности ассасинов, Арбаз стал тренироваться с особой усердностью. Через несколько лет, во многом благодаря вооруженным таланту, ученик проявил себя как превосходный лазунчик. И стал для Хамида незаменимым помощником. Арбаза неплохо освоил и боевые искусства. Арбаза неплохо освоил и боевые искусства. А, это все, боевые искусства. Но он предпочитал полагаться на скрытность и уловки, избегая прямого столкновения с противником. Даже по прошению нескольких лет, его не прокидало юноша свое безрассудство. Арбаз не раз ставил под угрозу успех операции, подвергая себя неопределенному риску. Неоправдно. Стопа, куда мне идти? А, в окошко. Повезло. Я сам где только не служил. Руководство идет в сраку. Ну, блядь, я не хочу его глупшить. Хотя, подожди. У него задание. Записка найдена. Тупые замки. Ну, смотрите, я могу как открыть, так и не открывать. Так ведь? Ой, постоянно двери открывать. Ёлки-палки. Что бы делать, серьезно? Так, сундуки, сундуки, сундуки. Тут три сундука. Надеюсь, я не упустил. Не упустил. Так, а ты не хочешь в другую сторону пойти? Опять мы тут застыли. Почему нельзя вернуться на праздник с остальными? Был приказ, да и тут малорезать. Идут своего выручать. Если что, придется их выручить. Давно на службе? Несколько лет. Планы есть? Какие там планы? Я уже сыт по горло этой беготней. Поселился бы за городом, да забылся. Жить на что? А смотрите, я мог бы и на ту сторону просто залезть. Так что особо не разгуляешься. Есть. Достал. Тень. Какой-то метательный диск мне теперь дают. Попробовать, что ли, шакрам запустить. О, смотрите, он отражается еще. Нифига себе. Диск. Прикольный диск. Не, я в натуре губы. Прикольный диск. Шакрам. Шакрама индийское метательное оружие. Представляет собой диск с заточенными краями. Диаметром от 10 до 30 сантиметров. По ситуации может использоваться и в ближнем бою. Обычно шакрамы изготовлены из стали или желтой меди. Иногда их украшают витиеватой гравировкой. Или вставками из меди. Серебра или золота. Стоп, он что, сюда идет? Ши, стоять! Ладно, стою. Ну, такие. Такие, такие. В принципе, я его мог бы сразу и убить. По факту. Какое нахера расследование? Он меня даже не видел. Во чем? Блин, а что тут за ящик? Подожди. Наверное, видим. Вот так. Фиг знает. Ну, у него тоже эта херня. Крюк кошка. А, блин, я вообще мог без заметки залезть сюда. Я маю. Ну, ладно. Сундуки. Есть сундук. Один сундук есть. О, нужно будет запомнить, что по этим еще можно лазить. Ну, я просто уверен, что я буду не единожды распутать. Поздно. Темплиеры уже тут как тут. Придется вначале разобраться с ними. Всех убить? Не, ну, внизу. Ого-го. А мне один фиг с ними, с теми разбираться. Да, давай, нужно было на него кинуть. А, типа я... А, ну, а мне же интересно, я успею. Типа! 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 а то есть только правая надо кнопочка умею наслаждаться жизнью у нас такая служба не хочу выбивать уже не будет спать а до этого ты где служил конечно попроще было такая жарище что никого на улице не все равно всех нужно было убить какая разница да у всех троих если в пекло не придется лезть скоро вас что это я уже сып по горло это бегать на помощь сюда глупые еще раз это труп глупые дружит с головой не сунется его же все ищут если появится караульные наверняка куда-то ушли так что лучше нам оставаться на месте не люблю сидеть без дела я бы сам пошел искать да пожалуйста только я остаюсь здесь мне как-то спокойнее одному нет смысла идти я жить хочу чего суетиться я прикрываю тебя ты меня и все в порядке интересно что ему надо кто его знает но пока он живой ничего хорошего не жди да ладно сойдет еще один мошкетник готово ну где ты хамит куда они тебя утащили вот так так в 1839 году хамит получил некоторые сведения о существовании записей связаны с артефактом первая цивилизация и о том что тайное знание стоит искать где-то в полуразрушенной крепости времени завоеваний александра македонского чтобы продолжить исследование требовалось проникнуть в подземелье но хамиду было не под силу изучить изучить это опасное место оставалось рассчитывать только на учи ученика хамид определил своим знанием с обзором и был несколько неудивлен когда тут с энтузиамсом сался за выполнение задания бац 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 думаю этот след приведет меня к хамиду хамид кажется это наставник ассасинов капитан сказал он знает то что нужно майору слиману тишь да гладь так вот я могу пробежать и это сделаю а то есть это не считается даже за этот стрелок и караульный стрелок и караульный не патрулирует место а высматривает нарушитель находящийся в укромном месте внимание эти сражения возможно отвлечь шумовыми приспособлениями но можно незаметно пройти мимо воспользуйтесь дымовой бомбой если вы попадете в область обзора этих противников они незамедлительно поднимут тревогу стрелок начнет вас стреляй не не покидай свою позицию а караульный бросится за вами в погоню отмычка образца может взломать замк арбаса может взломать замки не на некоторых дверях встаньте напротив дверей понятно двери для патрулирования иногда во время патрулирования сражники приходят через двери еще за маршрут молоте уже время как этому сундуку попасть а по сути на вообще туда и надо а подожди это есть этот патрульный который просто так а теперь я ничего сам не понял теперь я сам вообще ни хера не понял что мне делать я просто могу убить и давайте попробую хотя могу просто дым кинуть оснах асасинов а а а золото кровавый след в идет вон туда думаю здесь можно срезать это случаем не он руками машет но потом я сундук потерял слушайте они появились к сцены такие паркур паркурная ой я забыл про этих челиков так мне одного нужно только а так в той комнате а то что можно сделать тишь да гладь вокруг а вот и славно значит есть возможность многое об этом что именно что-то случилось я не об этом тут явно задевается что-то серьезное если что-то пойдет не так есть и не поднял тревогу так приказ там флиеров недалеко от торгового рядов на один дом принадлежащий никому ха хамиду проследить за владельцем и удовлет и удостоверьтесь что это и есть ассасин которого мы ищем когда будет уверены что это он проверьте хорошо его вещи хамид прячет огромный алмаз представляющий для ордена особую ценность заберите его любой ценой подпись генерал майор сэр уэлем слиман воспоминания арбаза часть 2 пока я искал хамида мне удалось узнать кое-что о планах тамплиеров они какое-то же время собирали сведения о настоя о наставнике и узнали что кахенуру у него пусть только попробуют тронуть хамида я заставлю их об этом пожалеть а ступа где мои бомбы а прикольно если типа труп на трупе вот так так у него там сурикенко на уровне смотрю сделали более такие стоп я сундук не взял так свиток пятый юный ассасин приступил к выполнению заданий и сумел проникнуть в скрытую комнату где обнаружил нечто похожее на карту и зашифрованные письма с изображением кахенура самая крупного из известных алмазов которые в данный момент находится у махараджи раджита синха хамид понял почему все больше тамплиеров стремились проникнуть во дворец в амристаре а многие из ордена а многие из ордена занимали руководящим постами во ост индийской компани тамплиеры уже знали какой силы обладает кахимур предположительно он был частицы эдема он же желал обладать камнем так так же сильно как и заполучить контроль над всей индри индии как вы помните из первой части если кто-то играл вообще там мне кажется мало кто не играл эдем яблоко эдема которое давало финальному боссу способность телепортации и делать дупликаты так все что пока я запущу механизм а он да принят а допрыгнул он допрыгнул а допрыгнул а а это Так, сейчас я вообще ничего не понял. Я ни хера не понял, как мне допрыгнуть дальше, просто я тогда почему-то не смог допрыгнуть, а сейчас он допрыгнул, тогда он не допрыгнул. Поэтому я тебя спросила дальше, как. Окей. Есть. А, мы же уже все собрали. Ну слушайте, пока что серия очень длинная у нас. А, нахера. А главное, зачем? зашел зашел отпустись он бесит нож мне как-то проиграть по-быстрому ну зачем ты туда залазишь боже фу я сейчас говорю почему вместо того чтобы залезть наверх он туда залазит без тоже бесполезная вещь кривизну никак не уберут в игре это же переходы между уровнем просто мне все запорола а 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 да Да-да-да-да-да! Как оно бесит! Дебильное лазанье. Просто жопа сгорает. Надо найти какого-нибудь офицера. Он должен знать, где хамит. Главное подобраться незаметно, а то этот трус сразу сбежит, чтобы шкуру свою спасти. Сержант Ост-Индийской компании. Совершать неплохо владеть мечом и может отражать и таки спереди, нанося противнику контроудар. Назадь нарушитель! А-а-а! Приколь! Приколь! Вообще стал стелсом, да? Можно ускорить процесс? Да, нужно было, чтобы я еще упал, чтобы я заново сюда залазил. Музыка 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 Назовись Да какого черта Надо было сразу этого грохнуть Сначала верхнего, потом грохнуть этого Который своей лупой смотрит Сорок четыре минуты видео идет Сорок четыре Мне то легче просто их Каждого поубивать, да и все Выкинь его, да А я думал он его выкинет Ах! Это еще и на время Это еще и на время Ебать Ебать Как я должен это все успеть Ну ладно Да, нововведение хорошее Кто это? Ты! Стоять! Сюда! но вещь пока я появляюсь я могу его очень быстро убить услышите я еду я спал убить почему ну ладно да нужно было его до этого убить давай давай быстрее быстрее не то не ту клавишу а так он еще успел уйти двойне классно назови нарушитель шов я уже дохерича раз переиграю эту херню просто дохерича раз и 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 в смысле а его что нужно было не убивать что как вашего можно взять я просто не по моему А как живым его взять? На какую кнопку? Нечера не понимаю. Спробуем снова. Ну я просто не понимаю... А как вы живым взять? Ааа, удерживать кнопку! Ясно. Я не знаю, у меня просто сгорает с этой херни. Взять его! Взять! Блин, я не записал! Мне с тобой надо поговорить. Прошу! Я-я-я-я ничего не знаю! За моим другом тянулся кровавый след. Мне жаль, мне жаль, что так вышло, но я его не запомнил! Здесь каждый день столько людей проходит! Советую тебе вспомнить, и побыстрее. Верёвка довольно старая и гнилая. Вряд ли она долго тебя выдержит. Аааа! Постой! Постой, я, кажется, вспомнил! Продолжай. Он был здесь. Тамплиеры забрали его к себе в здание на окраине города. Настоящая крепость! Одному туда не попасть! Но, но я помогу тебе! Только сними меня, и я проведу тебя к твоему другу! Ха! Как-нибудь сам справлюсь. Подожди! Ты сказал, что снимешь меня! Ты не можешь меня тут бросить! Я так же подзарел. Я, я, когда дверь открывал, я, типа, включил, чтобы оно, типа, записывалось. Но оно, ни хера, не записалось. Ах! Двойное убийство добавлено, ни хера себе. Ни хера себе. Хамид. Что тебе известно про Кохенур? Это источник силы? Довольно, Александр. Он мне нужен живым. В живых его я бы тоже не оставлял. Положим этот чертов камень в шкатулку, посмотрим, что получится. Пожалуй, ты прав. Отлично. Тогда возвращаемся в храм. Да. А он пусть тут побудет. Мы вернемся завтра, вдруг он станет разговорчивей. Поиски. 1841 год. Амристар. База Тамлиеров. Арбас узнает, что его наставник попал в плен. Ассоциану необходимо покинуть и проникнуть в крепость, где обосновались тамплиеры, и освободить Хамида. Пока не стало слишком поздно. Хамиду придется иметь дело с Майером Уэллисом Слиманом и его первым помощником, капитаном Александром Брэнсом. Эти люди уверены, что Хамид обладает ценной информацией, которая необходима тамплиерам для достижения собственной цели. Устранить стражников до клееров высокого ранга. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.